Здравствуйте! На портале Экзогет.ру с вами Протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами попытаемся понять слова Христа, которые очень часто вызывают большое недоумение в наших сердцах, слова проклятия. Да не будет же впредь от тебя плода вовек. Матфея, 21 глава, 19 стих. Речь идет о бесплодной смоковнице. Если кто-то из вас бывал на Святой Земле, то очень часто паломникам показывают это дерево, которое является условно той бесплодной смоковницей. Действительно, на ней плоды, особенно кислые, горькие, неприятные. Потому что именно в тот момент, когда понадобилось принести плод, она его не принесла. И поэтому осталось как некое проклятие ее бесплодие, либо то, что ее плоды будут всегда несъедобными и неприятными. Прежде всего, вы, конечно, знаете, что смоковница – это то же самое дерево, которое мы называем инжир или фиговое дерево. Под этими тремя названиями мы имеем в виду всегда одно и то же самое растение. Теперь очень важно понять, что библейские пророки очень часто пророчествуют не только употребляя слова, не только произнося какие-то пламенные речи, взывая к совести народа. Очень часто они совершают необычные поступки. И своими экстравагантными поступками они как будто приводят в чувства окружающих людей и воздействуют на их сознание гораздо более убедительнее, чем самые красноречивые речи. Достаточно вспомнить пророка Ахаю, который разрывает свой новый плащ на 12 частей, прежде чем он объявит Иеравааму о том, что 12 колен Израилевых разделятся между собой, и ему достанутся 10 из них. Пророк Исаия ходит обнаженным в течение трех лет по улицам Иерусалима, предвещая тем самым участь пленников, которые ногами и босыми будут угнаны в Ассирию. Пророк Иеремия прячет в ущелье красивый льняной пояс, который становится испорченным и уже ни на что непригодным для того, чтобы тем самым представить духовную деградацию народа Израиля. Вот точно так же, как истлел этот льняной пояс, точно так же истлело духовное нравственное начало в народе Израиля. Очень много экстравагантных жестов совершает пророк Иезекииль, и все эти жесты имеют колоссальное символическое значение и имеют воздействие на слушателей пророков. И в Новом Завете как минимум один раз мы видим, как Иисус становится наследником этой великой древней традиции. До вождей народа он хочет донести понимание того, что его пришествие в мир Слово Божие для них всех является последним шансом. И если они не воспользуются этим моментом, нечто самое важное останется навеки бесплодным. И поэтому он совершает жест, который непременно вызывает потрясение у тех, кто видит эту сцену. И всегда возникает недоуменный вопрос, ну за что? В чем же виновата эта смоковница? За что он ее проклял? Но здесь опять же очень важно перенести акцент не на тот вопрос, на который мы ищем ответ. В чем виновата смоковница? Она ни в чем не виновата. Но ради чего совершается этот жест? Христос ее проклял за то, что не нашел в тот момент, когда он испытывал голод, никакого плода. И поэтому она должна засохнуть до корней радикально, до конца. Это поразительный и грозный символ, предупреждающий, что вот-вот произойдет нечто непоправимое. Для всех времен и народов Иисус убедительно дает понять нечто почти непостижимое. И он это формулирует в кратком слове, объясняющем этот поступок. Вроде бы никогда не говори никогда. Почему Христос говорит вовек, навсегда? И у нас возникает вопрос, но ведь в Библии есть другая мудрость, ведь там экклезиаст говорит, ветер кружится, кружится, уходит, возвращается на круги своя. История всегда начинается сначала, всегда есть возможность что-то начать сначала. И кроме того, разве милость Господня не пребывает вовек? Разве он не готов всегда начать с нуля? И пророк Исаия говорит, окажется ли десница Господня слишком короткой для того, чтобы спасти тебя? И все эти вопросы здесь приходят на ум, потому что мы оказываемся перед какой-то грозной реальностью и грозным предупреждением. И ключевым понятием здесь является слово «плод». Слово «плод» возвращает нас, может быть, к самой главной притче Ветхого Завета – песне виноградника, которую рассказывает пророк Исаия. «У моего возлюбленного, у Господа, был любимый виноградник, который приносил горькие плоды, совсем не те плоды, которые Господь ждет от него». И каждый иудей прекрасно знал о том, что Господь, Сидержитель, ждет доброго, прекрасного плода от своего виноградника, от своей лозы, то есть от дома Израилева. И в чем проблема, когда плоды оказываются кислыми? Эта мысль была знакома всем, и все понимали, что ожидает Бог и что именно является плодом. Сам по себе это удивительный образ и очень богатый образ виноградника, образ плодов, говорит нам о том, что наше существо, человеческое существо, наша жизнь, все, что мы совершаем, обретает свою ценность и свою истинную сущность лишь в том, какие плоды это приносит. По плодам мы можем узнать, это было доброе или злое, по плодам мы можем понять, что это был за человек. И именно этот продукт нашего труда, наш плод, является самым драгоценным подарком, который мы можем принести прежде всего Богу. Итак, каких же плодов ожидает Бог? Хороший виноград переводится, конечно, как праведность. Добрый плод – это справедливость, это праведность, простота. Именно этого требует от своих слушателей Иоанн Креститель. Именно это имеется в виду, когда Иоанн призывает принести плоды покаяния. То есть будут какие-то плоды, которые смогут созреть только в том случае, если человек решительно и окончательно отвернется от своих злых поступков. Покаяние в устах Иоанна Крестителя означает решительную перемену, которая происходит точно так же, как лоза, которая приносила кислый плод, вдруг перерождается и приносит добрые плоды. Это радикальная метаморфоза, перемена, перемена ума, перемена образа жизни. Происходит нечто совершенно новое, что утоляет голод и жажду Бога. Евангелист Марк добавляет еще загадочное указание. Он обращает внимание, что в действительности еще не был сезон урожая. Смоковница и не могла иметь плоды именно в это время. Но это не так важно, потому что тот момент, когда Бог нуждается в ней, когда Он жаждет, когда Он алчит, то плод должен быть принесен. И этот закон гораздо более непреложен, чем какое-то естественное течение времени, череда времен года. И в Евангелии от Матфея здесь есть еще удивительные слова. Он говорит «имейте доверие» или «имейте веру в Бога». Это же выражение можно перевести немножко иначе. «Имейте божественное доверие». И это выражение употребляется только один раз и больше не встречается нигде. Оно означает «надейтесь на Бога». В любом случае, именно эту веру, это доверие, это именно то, чего жаждет Иисус в этот момент, и то, чего Он не получает. И поэтому остается открытым вопрос, когда Сын Божий вернется на землю, Он найдет эту веру? Принесет ли смоковница нужный плод? Непосредственно после этого эпизода с бесплодной смоковницей произойдет изгнание торгующих из храма. Таким образом, вот эти грозные слова пророчества, предупреждения обращены прежде всего к священству и к Иерусалимскому храму. Священники призваны к тому, чтобы бодрствовать и принести плоды веры и доверия Богу, и привести народ к этому покаянию, и обратить сердца народа к Богу. Но именно в этом они согрешили перед Богом. Именно эту миссию они не исполнили в тот момент, когда приходит Мессия в этот мир. И поэтому слова Христа остаются грозным предупреждением и для священников Иерусалимского храма, и для учеников, которые во все времена призваны бодрствовать. И может быть, самый главный плод, который будет приятен Богу, который Он ждет, который Он надеется обрести на земле, когда вернется опять, это именно это божественное доверие. Имеешь ли ты веру в Бога, имеешь ли ты это божественное доверие. На портале Exeget.ru с вами был протеерей Дмитрий Сизоненко из Санкт-Петербурга.